День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Живая изгородь у вокзала. Сотрудники дирекции благоустройства и студенты аграрного колледжа высадили кустарники спиреи. Антимонопольное око. На общественном совете УФАС говорили об электричестве и ценах на продукты. Кликбейтная премьера. На сцене драматического театра представили спектакль с резонансным названием. Студенты аграрного колледжа приняли участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке территории в Рязани. Вместе с командой из дирекции благоустройства города они высадили живую изгородь в сквере возле вокзала «Рязань-2». Новые растения аккуратно погружаются в грунт и засыпаются руками студентов из Рязанского аграрного колледжа имени героя Советского Союза Николая Комарова. Когда подрастут, эти кустарники будут живой изгородью зеленой зоны. У нас продолжается месячник по посадке деревьев и кустарников. Сегодня мы высаживаем в сквере возле вокзала «Рязань-2» спирею. Спирея у нас будет двух видов. Это калина листная и ива листная. Спирея неприхотливый кустарник. Она легко приживается, отличается продолжительностью цветения, легка в обрезке и уходе. Дирекция благоустройства города продолжит озеленение города до середины ноября. Растения высаживаются практически каждый день. И сегодня молодые ребята при поддержке администрации Рязани имели возможность на практике узнать что-то новое и поделиться своими предпочтениями насчет дальнейшего озеленения города. Научиться правильно сажать, там вот это все поливать и для Рязани, чтобы все было красиво. Ну, наверное, побольше пышных кустарников. Это очень красиво. Это большой опыт для меня в учебе. Учиться правильно сажать деревья, кусты, правильно работать с таким оборудованием. Сейчас самое время для посадки кустов и деревьев. Погода создает самые благоприятные условия с наибольшей приживаемостью растений. Сразу после посадки у нас идет полив обязательный, чтобы кусты лучше прижились. И иногда обрезка. В ближайшее время будут высажены либо в сквере на Соборной, на зеленой зоне возле Рязани 2 и на улице Грибоедова. Соседние кустарники были посажены в прошлом году. Они отлично прижились. Дирекция благоустройства города продолжит наблюдать за новыми саженцами, чтобы они радовали глаз рязанцам и давали дополнительный кислород. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новый документ о развитии конкуренции до 2025 года стратегически важный. В нем должны быть обозначены основные приоритеты в сфере антимонопольного законодательства, чтобы качественнее стали и товары, и услуги, и благосостояние граждан. Об этом говорили сегодня на общественном совете при УФАС по Рязанской области. Кроме того, на совете говорили об электрическом подключении частных домов и отдельно о контроле за ростом цен на продукты. Новый план развития конкуренции до 2025 года, который в Рязанском УФАС ждут из Москвы, это своеобразная дорожная карта, перечень приоритетных для федерального центра рынков. По этому документу и будет теперь работать служба. Кстати, по предыдущему сценарию число нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти удалось снизить вдвое. Сработала самодисциплина. Достижение этого показателя было обусловлено, нанесенными в законы защиты конкуренции изменениями, которые позволили по предупреждению антимонопольного органа, органам публичной администрации, назовем это так, самостоятельно устранять нарушения антимонопольного законодательства без каких-либо процедур. То есть без процедуры возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, который достаточно длительный характер имеет. И в случае выполнения такого рода предупреждения в добровольном порядке должностные лица этих органов не приближат к привлечению к административной ответственности. Еще одна важная тема, судя по обращениям в УФА, с подключением электричества в частном секторе. Нарушение сроков технологического подключения, навязывание установки приборов учета. С прошлого года покупать счетчики – это задача сетевых организаций, заставлять вас покупать их за свой счет незаконно. Впрочем, есть здесь еще подводные камни. Потребитель начинает замечать, что показания приборов учета, которые в ней пронежат, странным образом себя ведут. Они, по их мнению, завышены. И потребитель как бы сделать уже ничего не может, потому что доступ у него, хотя он должен быть к электричеству, но он как бы отсутствует. А сетевая компания выставляет очень большие платежи, поясняя, что есть прибор учета, вот мы сняли показания. Здесь со стороны сетевой компании тоже могут быть злоупотребления. До Рязанской области это еще не дошло. А у других субъектов Российской Федерации есть такие жалкие потребители. То есть мы в курсе тоже будем за этим следить. Тема роста продуктовых цен на общественном совете всегда тема номер один, вне зависимости от повестки. Вот и на этот раз обсуждение было бурным. Недавний скандал с главными продуктовыми ритейлерами получил продолжение. Мы усилили свой контроль за ценами и в итоге в сентябре было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух крупнейших наших торговых сетей. Это «Магниты» и «Пятерочка». И в рамках этого дела мы более детально посмотрим, насколько обоснованно эти торговые сети устанавливали цены на овощи, картофель, морковь, лук, капусту в летний период. Каждый раз, когда цены увеличиваются, антимонопольный орган об этом знает. У нас есть и собственный мониторинг, поэтому все это позволяет нам оперативно реагировать и направлять свои временные запросы, смотреть, насколько обоснованно в той или иной сети выросли торговые на цены. Вопрос взаимодействия торговых сетей и поставщиков под пристальным надзором УФАС. Бешеных скачков цен не будет. Служба за этим проследит отдельно. Максим Васильев, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Два сотовых телефона, ноутбук, наручные часы, золотые украшения и даже серебряные ложки. Этот нехитрый набор – всего лишь часть улова квартирного воришки. За сутки он ограбил сразу два жилища и нажился на забывчивых хозяевах. Как его удалось поймать, расскажем далее. Когда многие мошенники прибрались в интернет, остаются и староверы, если их можно так назвать. Вместо окон виртуальных они залезают в самые настоящие. Этот 41-летний мужчина, как говорится, приехал в Рязань на гастроли. Поселился в гостинице, а вечерами обходил квартал и выискивая открытые окна в домах. Иногда заходил на первые этажи и осторожно проверял, заперты ли в входные двери квартир. Одну закрыть хозяева забыли. Планшет, мобильники, украшения, золотая цепочка и даже серебряные ложки мужчину нес с собой. Потом рейд по окрестностям продолжился. Хозяева же обворованной квартиры обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела полиции по железнодорожному району Рязани установили личность злоумышленника и задержали его, когда он вернулся в скромную гостиницу, где накануне поселился. Там изъяли похищенные деньги и ценности. Форточник оказался рецидивистом со стажем. Первое хищение совершил еще подростком, а суммарно пробыл в заключении больше 23 лет. В ходе расследования было установлено, что рецидивист после освобождения из мест лишения свободы начал противоправную деятельность еще на пути в Рязань. Злоумышленник подозревается в совершении квартирной кражи в городе Иваново. Оперативники выяснили, что мужчина вернулся на путь воровства еще до того, как доехал до Рязани. Его подозревают в краже из квартиры в городе Иваново. Сколько еще квартир посетил этот незваный гость за месяц своих уличных прогулок, предстоит выяснить следствию. Валерий Седов, телекомпания «Город». Сегодня сотрудники регионального ГИБДД провели рейды по выявлению нарушений среди рязанских водителей. Помогла им «Паутина» — система оперативного поиска нарушителей. Валерий Седов расскажет подробнее. Десять нарушений только за первый час. Вот неполная статистика работы экипажей ДПС и специальной системы «Паутина». Работает она так. С камер автоматизированных фиксаций информация сразу передается экипажам на местах. По этим данным машины и останавливают. Самые частые правонарушения — это нарушение правил регистрации авто и управления с подложными знаками. До полудня сотрудники госавтоинспекции задержали 20 водителей. Водители таких автомобилей составлялись административные материалы. Им выписывался штраф от 500 до 800 рублей, а также на месте измали государственные регистрационные знаки. Теперь таким водителям необходимо в короткий срок либо прекратить использование автомобиля, либо вновь поставить его на учет в госавтоинспекцию. Система «Паутина» заработала в Рязани с мая. На эти компьютеры информация с камер фиксации поступает. Работает она постоянно. Здесь стоит сказать, что используется эта СПО «Паутина» на регулярной основе, и инспекторы используют его в повседневной деятельности. Сегодня был специализированный рейд, который мы проводим также регулярно, несколько раз в месяц. Просто в ходе этого рейда было привлечено дополнительное количество экипажей. В городской черте Рязани рейд закончился. Теперь сотрудники ГИБДД переместились в область, ловят нарушителей там. А зная недельную статистику, можно уверенно констатировать, в сеть «Паутины» попадется еще не один нарушитель. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанском театре драмы представили премьеру спектакля с очень любопытным названием «Я танцую как дебил». Эту пьесу написал наш земляк Игорь Витренко, а грант на постановку театр получил от Российского фонда культуры. О премьере спектакля и о самой постановке в нашем следующем сюжете. В этой постановке, кажется, все подчинено известной тургеневской теме отцов и детей. Попытки догнать уходящее время, страх принятия решений и первая любовь. Сюжет пьесы вроде бы незамысловат, но благодаря актерам погружение и сопереживание происходит с первых минут. Простые, но внятные диалоги, юмор и современный сленг. Впрочем, отождествлять пьесу с русской классикой ее режиссер просит не торопиться. Это не классическая пьеса, да, когда мы там ссылкой на какую-то историю, на какое-то время другое и понимаем, что другие характеры, другие какие-то нравы. Здесь просто люди, которые окружают нас. И мне кажется, вот эта простота, она с одной стороны должна привлекать внимание, а с другой стороны она и сложна для того, чтобы быть достоверными, потому что судить о том, как было это во времена Чехова, Островского и других классиков, мы все равно делаем какую-то скидку. А здесь все рядом с нами, мы можем всегда проверить, так ли люди общаются, так ли они действительно влюбляются, так ли они переживают из-за своих чувств. Поэтому, в общем-то, и сложно, и просто. Вот такая история. Деньги на постановку пьесы Труппа получила от Российского фонда культуры. Наш театр драмы победил во всероссийском конкурсе поддержки современной драматургии. Игорь Витренко, автор пьесы «Я танцую как дебил», активно принимает участие в конкурсах. И вполне себе результативно. Написанные им пьесы становились лауреатами различных творческих фестивалей. Да, мы выиграли грант, в который входила именно современная драматургия, которая ставится впервые. И для нас это важно, потому что мы мало того, что выиграли этот грант, это еще и пьеса нашего земляка, Лизанса Игоря Витренко. В общем, мы как бы попали в какую-то хорошую волну. И так как нам еще, что мы выиграли грант, и дали такую возможность на средства гранта реализовывать эту постановку, тоже хорошее подспорье. И мне кажется, многое, что мы себе смогли позволить в такое не самое простое для нас время пандемии каких-то урезанных финансов 50% зрителя, когда очень сложно театрам в это время, потому что там полгода вообще были без работы. И понятно, что какие-то проекты реализовывать, особенно такие крупные, с определенным количеством техники, это сложно. И грант, конечно, здесь очень помог. Один из современных театральных методов вовлечения, это когда зритель наблюдает за действом фактически прямо на сцене. Спектакль «Я танцую как дебил» на протяжении всего короткого театрального сезона до середины зимы будет в репертуаре театра. Времени вполне достаточно, чтобы пьесу оценили поклонники драматургии. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Эпидпорог по ОРВИ в Рязанской области превышен более чем на 31%. Об этом сегодня сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора. При этом в самой Рязани эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог более чем в 26%. Большинство заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Случаев гриппа за вышеуказанный период зафиксировано не было. В ведомстве добавили, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент охват населения составил почти 15%. В первую очередь, конечно, человек, если он заболевает, он должен остаться дома, не ходить ни на работу, ни на учебу, чтобы себя защитить и окружающих. И вызвать врача на дом. Это в первую очередь. Обязательно соблюдение постельного режима, соблюдение питьевого режима. То есть он должен большое количество жидкости теплой выпить или щелочное питье, или компоты, морсы, травяные чаи. И начать прием противовирусных препаратов, конечно, по назначению врача. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова